Приветствую вас, давайте разберем ваши вопросы. Так получается, что я всегда влюбляюсь в тех, кому я не нужна, почти 10 лет так. Либо это занятой человек, либо ему не нужны отношения. Где-то год назад я пришла в крупную архитектурную компанию. На специалиста по связям с общественностью. Работа нравится, коллектив молодой. Через пару месяцев обратила внимание на одного человека. Свиду серьезные, даже закрытые. Он очень отличался от предыдущих моих общений, в кавычках, где были уверены в себе мужчины и по весу. Ему 35 лет, главный инженер, увлеченный своим делом. Но так как мы находимся с ним в разных корпусах, прямого общения и частого не было. На одном мероприятии, где надо было участвовать со мной, он просто убежал. Пришел ко мне в кабинет и от силы смог быть рядом минус 15. После чего уехал под дурацким предлогом. Очень смущался и было видно, что ему некомфортно. Я не особо придал этому значение. Иногда он даже мог по телефону сказать, ну ты же, ты же лицо нашей компании. Мне всегда нравилось, как ты мыслишь. Что ты мне хочешь прекрасного рассказать, что я могу для тебя сделать. Мы будем тебя ждать, особенно я. Да и смотрел хоть не всегда прямо, когда я была в поле зрения. Я подумал, что симпатия какая-то есть, решила поздравить его с 23 февраля, но он даже не ответил. Потом, как ни в чем ни в голову не бывало, опять стал общаться. Удивительно, но он словно делал один шаг навстречу и нервно 2-3 назад. То есть дистанцию не сокращают. Потом его однокурсница рассказала, что у него не было в низком отношении, возможно, ему не нужны отношения. Я видел, как он общается с другими девочками, это просто темный лес, сурово, дистанционно замкнут. В общем, ничего я не понимаю в этой жизни, вроде скромный парень, но почему такая дистанция? Мы с ним уже и ссорились на равном месте, я не знаю даже, как вести себя с ним дальше. Есть какая-то симпатия у меня, но почему он такой закрытый, так его пугают отношения. Очень частые смены настроения свойственны. Заранее спасибо. Ну, спасибо, может быть, за что-то. В данном случае вы даже не задаете вопрос. У вас нет запроса, что вы хотите, например, в себе изменить и так далее. Поэтому, честно говоря, за что вы говорите спасибо, за что здесь, в принципе, может быть, спасибо для меня пока не понятно. Вы пишите, я влюбляюсь в тех, кому я не нужна. Это потребность любви. В данном случае, в данном случае, можно, пожалуй, говорить о том, что вы себя не принимаете. То есть, можно говорить о том, что вы себя обесцениваете каким-то образом. И это мотивирует вас к тому, чтобы влюбляться в тех, кто вам не нужен. То есть, история здесь о том, что вы влюбляетесь не потому, что влюбляетесь, а потому, что видите, что человеку вы не особо нужны. Вас отвергают. И это выступает, ну, по сути, пусковым механизмом. Да, то есть, вот, ну, понимаете, что такое пусковой механизм. То есть, запускается определенный триггер. Вот. Эту проблему нужно решать. Так, где-то год назад я прислал в архитектурную компанию по связанным, нано-специалистам по связанным сообщественностью. Работа нравится. Коллектив молодой и впечатливый. Да. Вот. То, что вам нравится работа. Чем она вам нравится? Давайте вот так, наверное, сформулируем пока что вопрос. То есть, эта работа, она как-то соответствует вашим интересам. Это работа, она как-то отвечает вашим ценностям, может быть. Или что-то еще, может быть, и то, и другое. То есть, давайте повнимательнее здесь. Через пару месяцев я обратил внимание на молодого человека. С виду серьезный, закрытый, он очень отличался от моих предыдущих общений, где были уверены в себе мужчины и по весу. Смотрите. Вы обратили внимание на молодого человека. Он вам понравился. Верно ли? Я понимаю. Но если молодой человек вам понравился, то давайте попробуем здесь с вами же раскрыть этот момент. Если он вам понравился, то как, чем, он вам понравился. То есть, я имею в виду, как вы поняли, э, как вы поняли, что речь идет о симпатии. Вам захотелось, например, для него что-то сделать. Ну, например, вам захотелось как-то опять же, например, себя проявить по отношению, ну, по отношению к нему. Вам захотелось чего-то еще. Давайте постараемся на этот момент. На этот момент так же обратить внимание. То есть, если я обращаю на человека внимание, то, что это означает для меня, чего мне хочется для человека. Для человека. Ну, мне хочется человеку что-то сделать. или у меня появляется какая-то потребность в нем. Дальше. Вы пишете с виду серьезный, закрытый, он очень отличался от моих предыдущих общений, где были уверены в себе мужчины и по весу. Что я хочу сказать здесь вам. Ну, наверное, в первую очередь, что я бы сказал, это то, что вам нравились мужчины как вы их сами называете по весу и уверены в себе. Это выглядит так, как будто бы вы в этих мужчинах видели то, какой сами хотели бы быть. Вот так это выглядит. То есть, выглядит так, что не случайно вы выбирали мужчин уверенных в себе и по весу. Вам хотелось, судя по всему, тоже быть уверенной в себе. Вам хотелось тоже чувствовать вот эту уверенность в себе. И вы надеялись получить ее от мужчин, других мужчин. Но сделать это было, мягко говоря, непросто. Говоря о серьезности человека, то есть, говоря о том, что, что, ну вот, говоря о том, что мужчина серьезный, серьезный и даже закрытый, судя по всему, здесь вы как будто бы видите для себя возможность обрести с человеком уверенность в себе. То есть, обрести с человеком какую-то определенность. Теперь уже вот таким путем. Так мне это видится. Ему 35 лет, главный инженер, увлеченный своим делом. Вы начинаете с возраста, хочется спросить, какое значение для вас имеет возраст. Но так как мы находимся с ней в разных корпусах, прямого общения и частого не было. Вы говорите об этом с сожалением. Как будто бы. Я вас понимаю, но хочу спросить немножко другое. А если вам, например, допустим, кажется, что общение недостаточно или мало, вот, что делали вы лично для того, чтобы этого общения было больше? Забегая чуть вперед, хочу сказать, что ваше поздравление с 23 февраля не является как таковой инициативой. Это может быть и просто формальностью. На одном мероприятии, где надо было участвовать, за мной просто убежал, пришел ко мне в кабинете, отсюда смог быть рядом с 20 лет, после чего уехал под дурацким предлогом. Смотрите. Основной вопрос здесь следующий. почему предлог дурацкий. Не знаю, замечаете вы или нет, но с одной стороны вы слишком много внимания уделяете человеку и его поведению, и его переживанию. Как будто бы пытаясь себя не то защитить, не то поместить в ситуацию определенной ситуации, я хочу узнать получше и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но в то же время, и это большая проблема, в то же время вы человека обесцениваете, говоря о том, например, что его предлог дурацкий. Я не знаю, замечаете вы или нет, но это прямое обесценивание человека. И это большая, как я уже сказал, проблема. Потому что если вам человек нравится, потому что если вы, ну, например, хотите человеком быть более ближе, то необходимо принимать его, а вы обесцениваете его, называя его предлог дурацким. Очень смущался, было видно, что ему некомфортно, какое значение это имеет для вас. Я не особо продала этому значение. Вот интересно, что вы пропустили этот момент и проскочили. Иногда даже мог по телефону сказать, ты или с твоей компанией, мне всегда нравится, как ты мыслишь, с чего ты мне хочешь прекрасного рассказать, что я могу для тебя сделать, мы будем ждать, особенно я. К сожалению, даже, несмотря на то, что это в принципе ну позитивные вещи, которые вам человек пишет, я должен сказать, что ваше общение оно довольно поверхностное. И да, это может быть связано с тем, что у вас нет прямого и частого общения, как вы говорите. Но в то же время хочется сказать, что ссоры уже есть. Понимаете? Дальше. Да и смотрел хоть не всегда прямо, когда я была в поле зрения. Я подумал, что симпатия какая-то есть, решил его поздравить с 23-м. Простите. Простите, пожалуйста. Симпатия есть у кого? У вас? К нему? Или у него к вам? Я как-то не понял. У кого кому симпатия есть? то есть вы говорите про человека. Вы говорите про него, вы говорите, что он на меня смотрел, я подумал, что есть симпатия и поздравил его с праздником. то есть вот не кажется вам ну как бы что если например симпатия ваша, то с праздником поздравлять это несколько обходной путь для выражения вашей симпатии. он даже не ответил, потом когда всем не бывало опять стал общаться. Как вы на это отреагировали? Как вы себя почувствовали здесь? Удивительно, но он словно делал один шаг навстречу и нервно двадцать назад. Это нормально, если человек боится сближаться. То есть дистанцию не сокращает. А должен? А вы? Вы ее сокращаете? Потом его однокурсница рассказала, что у него не было ни с кем отношении, возможно, ему не нужны отношения. Ну, я бы сказал, что здесь такая, знаете, прямо таки вот классическая история, когда люди боятся и не могут по тем или иным причинам взаимодействовать как-то вот с собой напрямую, друг с другом напрямую. Вот. И они прибегают к третьим лицам. Третьим лицам, которые, в общем-то, только делают, что искажают образ людей. Я вы пишите, я видела, как он общается с другими девочками, это просто темный лес, робот, дистанционный замкнут. как вы на это реагируете опять же, как вы это встречаете. Вообще ничего я не понимаю в этой жизни. Правильно, потому что вы не доверяете себе и обесцениваете себя. Вроде скромный парень, но почему такая дистанция? так именно потому что скромный, именно потому что скромный такая дистанция. Мы с ним уже и ссорились на ровном месте. Интересно, какова причина ссоры? Интересно, какой ваш склад в конфликт? и интересно то, что ссора происходит тогда, когда люди не могут прямо именно что прямо сказать о том, что с ними происходит. Я не знаю, как вывести себя дальше. Как вывести себя, чтобы что какая цель? Есть симпатия у меня, как вы ее выражаете, но почему он такой закрытый? Какое это имеет отношение? Какое это имеет отношение к тому, что у вас симпатия? У вас есть симпатия, проявите ее, но вас волнует, что он закрытый. Почему? И так его пугают отношения, ну из-за опыта, который у него есть. очень частая смена настроения. Это вопрос, это вопрос больше, наверное, про принятие. То есть можете ли вы, готовы принять человека, покинуть, со сменой настроения? либо да, либо нет. И для этого вам нужно обратиться к себе своим чувствам, своим Своим ценностям. На этом все, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, желаю вам всего самого доброго. Спасибо за субтитры создавал DimaTorzok навер液 славы, ни